Я видео снимаю, так что покрутись. Для начала расскажу, какие ниточки в 300 граммах 100 метров. Вот такие вот, я больше чем уверена, у вас таких нет. Поэтому я вам объясняю, какой метраж приблизительно, вот, 300 метров 100 граммах. Крючок, двоечка. Так, первое, что мы делаем, мы вяжем цепочку на обхват нашей головы. Так, связали мы цепочку, померили по объему головы, вот на свою головушку. И теперь вяжем столбиком с накидом, делаем накид, пропускаем две петли и из третьей вывязываем столбик с накидом. Вернее, не один, а целых три. Два, три, из одной дырочки. Далее продолжаем столбиком с накидом, ну, нормально, в каждую петелечку столбик с накидом до конца ряда. Вот всю нашу цепочку мы вяжем столбиком с накидом до конца, вот так вот. Аж до конца цепочки. Довязали мы до конца ряда, видите. И вот в эту последнюю петелечку мы вывязываем 7 столбиков без накида в одну дырочку. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Далее, вот получился такой вот у нас поворот из этих семи петель. Далее вяжем столбиком без накида напротив каждого столбика, то есть в обратном направлении, вот туда и до конца ряда. Завершаем нашу такую полосочку. Вот она. И вяжем до конца ряда, прямо сюда. Далее до конца ряда, смотрите. Еще одну петелечку нужно провязать. Начинали мы тут с трех столбиков. Вот теперь из этой дырочки мы еще вывязываем три столбика. Вот, да, вот они три, смотрите. Раз, два, три. И соединяем соединительной петлей. Теперь полустолбиками двигаемся к центру. И вот по центру пройдемся тоже до конца ряда. Вот прямо вот в эту цепочку, где мы, с которой мы вывязывали эти на обе стороны столбики с накидом, между ними мы провязываем полустолбиками. И вот такую вот цепочечку, прямо до конца, по всей длине. Вот, довязала я эту цепочку до конца ряда. Теперь затягиваем на изнаночную сторону. И маскирую ниточку. Вот. Готова наша заготовочка. Остаточек я обрежу. Так, значит, вот она. Длинная. По объему моей головы, всего их нужно вот четыре одинаковых штучки. Теперь мы берем все четыре. Вот так вот. Нужно шпилькой, можно маркером, можно булавочкой. Я просто их вот так вот и соединю, чтобы они не падали. Один. Второй. Ранее второй, третий. Вот. И еще один. И будем завершать. Так. Вот. Все четыре соединила. Беру основную нить. Начинаем с первой полосы. Завожу крючок. Делаю два столбика подъема. Раз. Два. И буду вязать столбиком с накидом. Раз. Два. Три. То есть, из одной полосочки я вывязала. У меня петли подъема плюс-плюс три столбика с накидом. Теперь движемся дальше. Берем вторую полосочку. Раз. Вот прям он по верхушечке идем. Два. Два. Четыре. Четыре. Далее. Следующую берем. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Так, три у нас уже. И последняя четвертая. Тоже четыре столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Две петли подъема. Поворачиваемся. И вяжем столбиком с накидом. Еще раз поворачиваемся. То есть, четыре ряда мы провяжем столбиком с накидом. Включая тот первый, где мы присоединяли наши полоски. Сделаем застежку. Будем заплетать косу. Три ряда. Один, два, три, четыре. Здесь в последнем ряду я столбик, петли подъема делать не буду. Потому что последний ряд я обвязываю столбиком без накида. Две петли сделала. Две воздушные петли. Две пропустила. И в третью маленькую вот такую вот дырочку делаем. Часто проверю. Все работает. Пуговичку проверила. Я хочу тугие такие петелечки, чтобы потом не терять эту повязку. Два столбика с накидом. Два столбика без накида. Две воздушные петли. Две петли пропускаем. В третью вывязываем столбик. Один, второй, две воздушные петли, две пропускаем. И последние столбики. Один, два, три. Все. Маскируем наши три петелечки. Раз, два, три. Маленькие пуговички у меня. Все. На данном этапе все. Вот такая вот у нас заготовка. И будем плести нашу косу. Угу. У меня ребенок взрослый уже. Так что косы мне плести. Сейчас сложновато. Ну, хоть я посмею сама себя. У вас, я уверена, получится лучше, чем у меня. Ну, факт в том, что из трех, конечно, полосок коса. Боже, боже, куда? Так, так. Девчонка, вы уж простите. Вот она, смотрите. Да, да, да. Это она красотка. Девчонка, давайте. В общем, как-то больше интуитивно это все дело перекидываю. Ну, получается очень красиво. Вот правда. Разравниваем, чтобы у нас вот эти полоски не были скручены. А именно такая, нет, красиво. Мои хорошие, боже, как красиво. Вот, доплетаю я до конца. Так, 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 так. Что-то у меня видно, я плохо как-то где-то подтянула. Видите, неравномерные у меня концы. Или еще. А, вот так вот я еще сделаю. Потом разравниваем. Давайте я сейчас попробую скрепить, а потом выровнять. Чтобы вы тоже не пугались. Я очень хочу. Так, вот так вот у нас. Так или нет. Да, 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 да. Это прикреплю. Конечно, у кого мальчишки, кто не плетет косы, кто со стричкой, как я. Разобраться для начала будет сложновато. Ну, ничего, зато красиво потом. Вот что мне нужно? Мне нужно распределить это все дело. Равномерно. Я просто показываю все, чтобы вы не думали, что все так гладко заплетается. Не пугаемся. Я вам показываю все в режиме реального времени. Во, все. Я выровняла, вот смотрите, концы равномерные. То есть, оно я где-то здесь в процессе заплетания косы просто подтянула не то, что надо. Поэтому у меня получились неравномерные края. Вот смотрите, какая она красавица. А, вот, кстати, что хочу сказать, девчонки, вы же смотрите, чтобы вот эта полоса, где у нас цепочечка, чтобы оно все было, находилось здесь наверху, чтобы было красиво. Вот оно как с лица выглядит. Вот так вот выглядят с изнаночки. Видите? Хотя и с изнаночки она красивая, зараза. Ну, ладно. Потом решим. Значит, теперь делаем то же самое, что мы делали с той стороны, но только без петель. Здесь мы прищем пуговички. Делаю две воздушные петли и три столбика без накида, с накидом. Извините. То есть все три соединяю. Два, три. Перехожу на следующий. Тут у меня будет четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь вот тоже четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И последние четыре. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Так, сейчас я уже не буду показывать. Тут понятно. Я провяжу еще три ряда. Вот. Высоту вот эту планочку. Потом померяю на голову. Если мало, можем провязать больше. Здесь вот. Если много, можем провязать меньше. Вот здесь вот нацепить эти пуговички. Вот смотрите, вот здесь вот вы можете подкорректировать, как бы, объем этой повязки. Если вам, вот вы сейчас померяйте, и вам не хватает вот так вот до стыка, провяжите больше, и подцепить его здесь вот так вот пуговики. То есть, на данном этапе вы можете скорректировать этот объем, потому что нитки у всех разные, могут по-разному быть эластичными и тянуться. Вот сейчас тот момент, когда мы можем эту длину четко по себе скорректировать. Вот сейчас я провяжу, померяю, прищу пуговички. Вот она моя красавица, девчонки, смотрите, что хочу сказать. Пришлось мне провязать тут 8 рядов, чтобы я достигла объема своей головы. То есть, изначально, если я набирала объем, то вот столько, где-то 8 сантиметров, я бы сказала, мне пришлось добавить. Значит, все уходит в эту косу. Так что, хотите поменьше застежку, то делайте косу при наборе немного длиннее, чем ваша. Примерно она 8 сантиметров. Хотя я вам скажу, вот это хотя бы не будет на затылке переворачиваться, вот эти косички, и будут держаться. Но еще хочу сказать, можно пройти с иголочкой вот здесь, вот по некоторым пунктикам, чтобы оно уже четко держалось. Хотя оно и так держится. Вот оно прекрасно держится. Вот такая у нас повязочка на сегодня, оригинальная. Вот, вяжите на сети, девчонки, радуйтесь. Я вместе с вами. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.